Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава книги «Исход», читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». История Моисея. Ну, понятно, что Моисей посредник дарования и закона в заключении Завета. Но зачем все эти подробности из его детства? Ну, вот мы не читали про детство, я не знаю, там, 12-й патриархов, вот про Иосифа, мы читаем, когда он уже юноша и приходит пасти вместе с своим братьем Искотта, они его там продают в рабство, да, потому что это двигает повествование вперед, какой он там был младенец, как они там рождались, что у них было, никакой разницы. А про Моисея почему-то рассказано. Почему все эти подробности? В ту пору один из потомков Ливия взял себе жену, тоже из потомков Ливия, то есть колено левитов. У них родился сын. Мать увидела, как он хороший, три месяца прятала его. Я напомню, что в конце первой главы сказано, в Египте издан указ фараона, что все новорожденные еврейские мальчики должны быть брошены в Нил. Ну и, понятно, там крокодилы их съедят, да и утонут в любом случае. И, конечно, жалко. Я думаю, что даже если бы мальчик не был хорош, был бы не очень красивым и милым, все равно бы его родная мать пожалела. Но вот еще и не могла на него наглядеться. А может быть, а может и не был он особенно красив, может для матери он был хорош. Вот для кого человек хорош? Для того, кто его любит, правда? Русская поговорка не по-хорошему мил, а по-милу хорош. То есть, кто тебе мил, тот тебе и хорош. Конечно, ребенок для матери. А когда прятать стало уже невозможно, она взяла ковчег, сделанный из папируса. Ковчег — то же самое слово, которое будет потом потребляться для ковчега Завета. И только Ноев ковчег, ковчег Моисея и ковчег Завета. Сделанный из папируса, ну то есть из тростника такого легкого. Обмазала его асфальтом и смолой, чтобы он был водонепроницаемый. Положила в него младенца и оставила на берегу Нила в тростнике. И сестра ребенка стояла по-одоле и смотрела, что будет дальше. Ну то есть, в такую маленькую как бы лодочку сделанную. Почему то же самое слово, что и в случае с Ноевым ковчегом. Ну понятно, он там спасся от всемирного потопа в этом ковчеге. Со всякими родными и зверями. И здесь Моисей спасся от нильской воды, которая могла его унести в этом ковчеге. Но что интересно, ковчег Завета, то же самое слово, хотя он по воде не плавал. И даже рядом с водой никогда не находился. А это вот тоже некое такое орудие спасения, в котором, в общем-то, весь израильский народ спасается от бурных волн истории, которые его бросают из стороны в сторону. То есть, история Моисея с самого начала повторяет историю еврейского народа, которая еще даже не началась. Вот этот народ только еще в зародыши, в проекте. И потом вся история еврейского народа будет более-менее исчерпываться такой схемой. Нас хотели убить, но Бог нас спас, давайте это отпразднуем. И Пасха, она точно такая же. И в истории Моисея ровно это и происходит. Нас хотели убить жестокие египтяне, не было никаких средств этому сопротивляться, партизанский отряд там создавать. Что может сделать обычная семья, когда ей приказывают убить своего новороженного сына? Ну, прятать какое-то время, ну, не более того. И смотрите, с самого начала нам повествователь говорит, вообще-то никакого исхода не должно было быть. Начнем с того, что израильтяне рабы у фараона. Ну, восстание рабов еще можно себе представить. Оно обычно жестоко подавляется, да? Мы не знаем ни одного примера в древности восстания рабов, которое закончилось бы массовым исходом, да? Спартака, вот самый успешный пример, тоже распяли всех участников, да? То есть ничего рабы не добились, кроме временного какого-то послабления. Потому что, собственно, и семья даже нашего будущего великого пророка Моисея не готова была за него бороться. Ну, и как она могла бороться? Никаких ресурсов, никаких возможностей нет. Потому что, ну, все против него. Вот он новорожденный малыш, его родная мать оставляет на берегу Нила. А Бог его не оставляет. Вот что интересно. То есть это история о том, как завет Израиля с Богом начинает со стороны Бога соблюдаться задолго до того, как он заключен. Ну, он заключен с Ноем, с Авраамом, да? Это потомки Авраама, поэтому к ним относятся благословения. Но что Бог не просто говорит, ведите себя хорошо, и тогда я вам что-то дам. А Бог сначала дает. А потом говорит, ну, раз так, ну, ведите себя соответственно. И вот к Нилу пришла искупаться дочь фараона в сопровождении служанок. Никаких героических историй, да? Девушка купаться пошла, а вовсе не ангелы спустились с небес, такая обычная жизнь. Она заметила ковчег в зарослях тростника, велела рабыне его принести, открыла и увидела младенца. Младенец плакал и ей стало жалей. Это еврейский ребенок, сказала дочь фараона. Смотрите, тоже ничего сверхъестественного. Она просто повинуется, ну, она же девушка, естественное женское чувство, увидев грудного ребенка, ну, как-то его не дать в обиду, да? То есть, великий пророк, а зависит от кого? От матери, которая его пожалела, от дочери фараона и от своей старшей сестры, между прочим. Сестра ребенка спросила у нее, у дочери фараона, может, я пойду позову кормилицу еврейку, чтобы она выкормила для тебя этого младенца? Сходи, сказала дочь фараона. Девочка пошла, привела мать ребенка, и дочь фараона сказала ей, возьми его и выкорми для меня, я тебе заплачу. Женщина взяла младенца и выкормила его, а когда он вырос, привела его к дочери фараона. Та усыновила мальчика и дала ему имя Моисей, сказав, это значит, что я вынула его из воды. Ну, это созвучно еврейскому выражению вынуть. На самом деле, Моисей, видимо, это все-таки египетское имя, потому что дочь фараона же и дала это имя, да? Она египтянка. И вот как-то все так устроилось. Смотрите, что девушки и женщины, вот взрослая женщина-мать, девочка там, видимо, подросток или, может быть, предподростковый возраст у нее, и дочь фараона-девушка молодая, да? Вот женщины трех возрастов позаботились о великом пророке. Если бы хоть одна из них себя повела не так, как женщины обычно себя ведут с малышами, то Моисей просто бы не выжил. Или выжил бы, допустим, но был бы воспитан как египтянин, никогда бы не почувствовал своего родства с еврейским народом, даже не узнал бы о нем, да? Вот оказывается, мы все время думаем, что мужчины двигают истории. Никакой бы не было истории исхода, если бы не женщины. Прям такой отрывок для 8 марта. Шло время, Моисей вырос. Он пришел к своим братьям-евреям, он уже знал, что он еврей, да, и увидел их тяжкий труд. А Моисей такой принц из дворца Слоновой Кости, да, то есть он живет при дворе фараона, у него все хорошо, он там, видимо, получил воспитание, образование блестящее, а его единоплеменники в это время строят города, тяжело работают. Он увидел, как египтянин бьет брата его, еврея. Оглянулся Моисей по сторонам, никого рядом не было, он убил египтянина, а труп зарыл в песок. Ничего так, да? А ведь закона нет. Вот мы задумывались над первой главой, а зачем нужен закон? У человека есть совесть. Совесть ему подсказывает. Совесть подсказала вот этим самым повитухам, между прочим, еще две женщины, они в первой главе, но вспомним мы их, которые тоже спасли Моисея и не стали убивать не только Моисея, но вообще всех младенцев еврейских. Это, наверное, уже женщины пожилого возраста, повитухи, это обычно такие опытные женщины, да? Значит, у нас все возраста, девочка, девушка, женщина-мать и женщина-пожилая повитуха спасают Моисея. И им это велела совесть, никакого закона нет, более того, государственный закон, указ фараона говорит, убивайте. Но совесть подсказала. А вот Моисеев сказала, совесть убей. Совесть, она такая вещь ненадежная, да? У каждого своя. Вот если нет закона, то что? Закон Дикого Запада, да? То есть кто-то плохо себя ведет, убей его, труп зарой в песок. Установи свою власть. Ты здесь судья, ты здесь палач, ты здесь устанавливаешь справедливость. А вдруг тебя убьют, и твой труп зарой в песок. Как-то совести мало. Нужен закон. На следующий день Моисей снова туда пришел, увидел, как дерутся друг с другом два еврея. Надо же, легко убить врага, легко убить чужака. А когда двое своих дерутся, еще неизвестно, кто из них прав. Кого убивать? Нужен закон, который рассудит этих людей, который покажет, как им решить свою обиду, свой спор, свою проблему. Зачем ты бьешь своего товарища, спросил Моисе и обидчика. А ему больше нечего сказать, потому что ничего, кроме вот этой своей силы, он не может противопоставить ссоре, которая возникла. Нет, закон, закон нужен. Вот тут ответил, а кто тебя поставил над нами начальником и судьей? Может, ты хочешь убить и меня, как убил египтянина? Ну, правильно, если нет высшего авторитета, то опять-таки, да, убить ты меня можешь, но заставить меня вести себя так, как ты хочешь? Нет. Как только ты уйдешь, я все равно продолжу делать то, что я делал раньше. Как вот с домашними животными, там, ушел ты из дома, а в это время они там, что хотят, то и вытворяют. Потом делают вид, что ничего не было. И человек так же живет, если нет закона, если у него нет ощущения, что его жизнь регулируется какими-то правилами. Страшно стало Моисею. Он понял, что все обнаружилось. Фараон, узнав о происшедшем, хотел казнить Моисея. А если нет закона, то на силу Моисея находится сила фараона. Вот мы в книге Бытия читали, и в Исходе тоже видим, что фараон — это абсолютная власть в Египте. В Египте были, конечно, законы, но фараон выше всех законов. Что он скажет, то и будет. Вот захотел казнить — казнел, захотел наложить непосильную трудовую провинность на евреев — наложил. Захочет — наоборот, все сделает — сделает — наоборот. Нет закона. Можно ли так жить? Можно, но не здорово. А что делать в этой ситуации? Ну, Моисей бежал от фараона и поселился в стране медьянитян. Медиам, где живут медьянитяне, ну, это вот где-то на полпути, даже ближе уже к земле обетованной, к Ханаану. Ну, вот такая местность довольно пустынная. Все. Если нет закона, то и жизнь размеренная, справедливая, сколько-нибудь упорядоченная невозможна. Есть только воля деспота, диктатора фараона, или вот твоя, собственно, удаль молодецкая. Как ты там кого заставишь делать то, что тебе хочется, или не заставишь? Вот, по-моему, вторая глава абсолютно четко показывает, зачем нужен закон, даже если брать его божественной какой-то составляющей, просто как свод правил человеческого общежития. Но пока что Моисей у нас оказывается в изгнании. Смотрите, его злая воля фараона не оторвала от своего народа, а собственная злоба и гордость даже по правильному вроде поводу, он вмешался, чтобы защитить свой народ, оторвала, потому что нет закона, потому что, опять-таки, это его личная какая-то вот форма установления правосудия, справедливости. Когда он сидел у колодца, туда пришли семь дочерей медианского жреца, чтобы начерпать воды и наполнить поилки для отцовской отары. Подошедшие пастухи стали гнать их прочь, но Моисей встал и заступился за девушек, а затем напоил их овец. Вот в пустыне, где нету никакого государства, где, собственно, вот бродят эти пастухи туда-сюда со своими стадами, да, там это работает, там вот устанавливает справедливость. Но и там он один. А как один человек в пустыне выживет, что он будет есть, пить, где жить? Когда девушки вернулись к своему отцу Раевуэлу, тот спросил, что вы сегодня так скоро? Какой-то египтянин, ответили они, заступился за нас перед пастухами, а потом начерпал нам воды и напоил овец. «Так где же, — он спросил отец, — почему вы не позвали его? Зовите, пусть поезд с нами вместе». Моисей решил остаться у мадьянитянина. Тот отдал Моисею в жены свою дочице Пуру, и у них родился сын. Моисей дал сына имя Гершом, сказав, «Это означает, что я стал переселенцем в земле чужой». Ну, Гер — это переселенец, по-древней еврейски. Поэтому имя сына очень всегда подходит. Смотрите, и даже в пустыне, где нет закона, он остается не один. Он вступает в родственные связи с местными, а у них свое какое-то обычное право. Ну, вот в таком первобытном обществе есть обычаи, своды обычаев, которые регулируют жизнь людей, и ему деваться некуда. И снова женщина, снова девушка, которой он женится. Более того, мы видим, что вот этот наш Моисей, который в будущем великий пророк, а пока что он такой шериф, который устанавливает справедливость с Дикого Запада, вот он на самом деле без этих девушек не может найти себе места. Опять женщина находит для него такое место, в котором он может просто выжить, дожить до своей великой миссии. Какая удивительная феминистическая вторая глава книги «Исход». Вот, пожалуй, в Библии мало таких мест. Нет, но есть, конечно, там книга «Руфь», книга «Исфиль», где что-то очень похожее, как женщина все исправляет, все ошибки, сделанные мужчинами. И там, где мужчина бессилен, женщина находит способ. Но вот начинается еще все даже до Моисея. Говорить патриархальная книга Библии. Да, местами очень патриархальная, но местами совсем нет. Много времени прошло. Царь Египетский умер. Сыны Израиля восстанали от тяжкие работы, взывали о помощи, и стон их дошел до Бога. Услышал их стон и Бог, и вспомнил свой договор с Авраамом, Исааком и Иаковом. Бог обратил свой взор на сынов Израилевых. Бог озаботился их судьбой. Странное добавление, потому что, на самом деле, в истории Моисея мы видим, что это уже начинает сбываться раньше. Что Бог озаботился судьбой израильтян не в тот момент, когда Моисей стал пасти скот у мадионитян, а значительно раньше, когда Моисей родился. То есть, может быть, мы не всегда замечаем эту заботу вовремя. Мы ждем, что совершатся какие-то великие события, что произойдет что-то такое на глобальном уровне. Там, я не знаю, вырастет цена нефти, там вырастет курс рубля, там, я не знаю, произойдут какие-то глобальные перемены в мировой экономике. Да, вот это вот нас спасает. А может быть, вот здесь что-то происходит на очень неприметном личном уровне с какими-то младенцами, с какими-то людьми, которых мы не знаем, да и, в общем-то, и знать не хотим. А Господь через это все действует и подготавливает что-то великое в будущем, чего мы даже не можем себе представить. Вот прежде чем говорить о договоре, о завете с Богом, надо с этими вещами как-то разобраться, понять, как этот договор вписывается в историю израильского народа. Ну, третья глава это продолжит.